Кристина Севуха, я же студентка. Зараз учится на другом курсе Белорусского гандлево-экономичного университета с поживецкой кооперации. И в той час, коли многие ее сокурсники бавят вольный час у клубах альбо за компьютером, девчина развивает свой бизнес-проект. Створает букеты с сюрпризом. У бутоне кожной кветки схаванная цукерка. С прачатку Кристина майстровала такие сувениры у якости подарунков для сябров и близких. Потом оформила рамесництва. И не глядячи на то, что зараз в этой справах учить бизнес, чем хобби, каждый букет девчина створает с душой. Я помню этот момент, когда я как от сердца отрывала свой первый букет, свою первую работу. И сейчас каждый мой букет, я не перестала вкладывать в него душу, каждый букет делается с любовью, потому что для меня это ручной труд. И то, что я делаю, я это очень ценю. Я надеюсь, что другие мои покупатели тоже это ценят. Створать уласные стартапы и развивать их студентам допомагают выкладчики университета. Но это не только теоретические аппараты. Тут працует уласный бизнес-центр. В его межах студенты рыхтуют свои проекты и идеи для отдела в Международном чемпионате молодежи предпринимательства. Это дает мягчимость понять, насколько бизнес-идея удалая, и за потребованием появляется обранный экономический накерунок. И многие студенты, когда отримывают свои дипломы, докладно не сгубятся 40 тысяч выпускников. Не им доводится шукать работу, а наймальники сами шукают таких специалистов. И нарабатывая потихонечку вот этот практический опыт, они уже на выходе становятся достаточно квалифицированными специалистами с практическим опытом. И когда нам уже звонят и приглашают на работу наших студентов, потому что ищут специалистов, несмотря на то, что у нас рынок переполнен, но звонят и постоянно приглашают на работу. И говорят, только нам обязательно студенты, те, которые работали с вами в МИП-программе, в Центре бизнес-образования. Аутр еще одного цикавого стартапа выкладает у Гомельским гандлево-экономичным колледжи с поживецкой кооперацией. Идея створать лялечные домки для Татьяны Михаленко пришла после народжения дачки. А потом она отримала пропонову удельничать в чемпионате молодь и предпринимательства. Так реализовалась ее властная мара, пронесенная прозгады. А потом появилась идея делать такие домки под заказ. Делали видеоролик в детском садике. И в то время, когда как раз родители забирали детей, родители к нам подходили, спрашивали, интересовались, где приобрели этот домик. На что мы отвечали, что изготовили сами. То есть родителям было интересно. На конкурсе стартап-кооперация жюри нам порекомендовали несколько способов и направления развития проекта. Один из них, например, это предоставить бесплатно в садик, домики, в несколько садиков. И родители заинтересуются. И таким образом можно уже привлечь себе клиентов и заняться бизнесом. Чтобы сделать таки домик, купили четырех джон. По словам Татяны, заказы на его обовязково будут поступать. Бо сделан он из экологично чистых материалов, а по коштам на шмат таней, чем у краме. И головная своими руками. Марина Северьянова, Максим Славин, телеродоакомпания «Гомель».